Пустырник. Дешевое средство от 10 недугов. В условиях постоянного нервного возбуждения люди хватаются за аптечные средства. Да, они, конечно, успокаивают и даже помогают справиться с бессонницей, но какой ценой? Каждое такое лекарство оказывает значительное негативное воздействие на организм пациента. Есть ли ему альтернатива? Да. И в этом видео мы расскажем вам о дешевом средстве с широким спектром действия. Досмотрите до конца, чтобы узнать о правилах его безопасного приема. Растения для сердца и покоя. Именно так можно сказать про пустырник. Его издавна используют для лечения целого комплекса заболеваний различного происхождения. Такой силой пустырник обязан содержащимся в нем эфирным маслам, биофлавоноидам, гликозидам и минеральным соединениям. Какие же заболевания лечит пустырник? Во-первых, это практически весь комплекс недугов нервной системы. Среди них неврозы и вегетоневрозы предклимаксного периода, который выражается в приливах, учащенном сердцебиении и слабости. Также пустырнику под силу победить вегетососудистую и нейроциркуляторную дистонию. И, конечно, это растение справляется с бессонницей и эмоциональным возбуждением. Во-вторых, применение настойки пустырника показано страдающим тахиокардии и гипертензии начальной стати. Оно эффективно снижает давление и частоту сердечных сокращений, при этом увеличивая их силу. Назначают это средство и при таких серьезных заболеваниях сердца, как миокардит, ишемическая болезнь и кардиосклероз. Как бы удивительно это не звучало, но есть немало личных историй людей, страдавших болезнями сердца, которым удалось улучшить самочувствие и снизить дозы тяжелых препаратов благодаря периодическим курсам применения пустырника. В частности, одной бабушке удалось нормализовать давление и избавиться от головокружений, которые существенно ограничивали ее жизнь. Она смогла выходить на улицу, прогуливаться и нормально спать. Третья сфера применения – лечение бактериальных инфекций, особенно тех, что поражают дыхательную систему. Пустырник позволяет избавиться от застарелого хронического кашля. Четвертый комплекс болезней связан с нарушением пищеварения, запорами, тошнотой, гастритом. Состав пустырника улучшает заживление ран и останавливает кровотечение. Для этих целей его использовали в древности, когда никаких медикаментозных способов решения такой проблемы не существовало. И, конечно же, обладая таким широким спектром действия на организм, это растение является эффективным средством профилактики болезней и укрепления иммунитета. Противопоказания и побочные эффекты. Все ограничения приема этого лекарства можно разделить на две группы. Первая – воздействие спирта, входящего в состав настойки. Именно поэтому ее не стоит использовать страдающим алкоголизмом, беременным и детям. Что касается самого пустырника, то он противопоказан при стойке гипотензии и бордиокардии. Осторожно нужно использовать это лекарство при язвенной болезни, а также травмах и патологиях головного мозга. В большинстве случаев пустырник переносится хорошо и без особых побочных эффектов, но все же у людей с повышенной чувствительностью к этому препарату могут возникнуть аллергические высыпания на кожу, зуд и сыпь, а также головокружение, диспепсия, снижение работоспособности и сонливость. Учитывайте эти побочные эффекты при управлении транспортными средствами или работе с травмоопасным оборудованием. Как правильно применять настойку? Самое главное правило – для этого не превышайте дозу в 30-50 капель при однократном приеме. В течение дня таких приемов не должно быть более 4. В некоторых случаях врачи сокращают дозировку, учитывая тяжесть заболевания, индивидуальные особенности пациента и его возраст. Как и все растительные препараты, настойку пустырника необходимо применять длительно. Первоначальный эффект удастся ощутить только на второй неделе приема. Курс лечения обычно длится от 2 до 4 недель с последующим повторением после перерыва. Учитывая высокое содержание спирта в настойке, ее рекомендуется разводить в стакане кипяченой воды. Принимайте лекарства за 1 час до или через 2 часа после еды. Расскажите о собственном опыте лечения пустырником. Каков был эффект? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!